Спамер это че? Это спамер? Короче, мне надо бегать и ждать отката ржавого гвоздя, я понял. Нет, только не ящик! Блин, это самый унылый босс на самом деле какой-то. Калыч вообще, он ничего мне не может сделать. Это как босс-инвалид. Мне надо только прыгать, мне даже драться с ним не надо. Мамки свои, этот ящикинь. Ай. Я беру свои слова обратно, мамка, это святое, брат. Че, он похилял? Блять, он похилял свою ссаную руту. Блин, надо сразу по КД оружие стрелять. Давай, давай, ржавый болт, откатывай! Да! Я не успеваю, он быстрее хиляет! Че, у меня откатывается ржавый болт, че засрань? А, понял. Понял, понял, понял. Блин, этому инвалиду еще и проиграть можно таким темпом. Я не понимаю, короче, у меня не успевает откатываться ржавый болт до его регенерации. Вот, смотрите сами. Пипец. Ничего не врубаюсь. Че делать? Трайз это гейм. А, оглушить с помощью флуда. До этого у меня вообще не работали эти срани. И это тоже ничего не дало, потому что у него мне его надо было глушить, когда у него не полное хп было, и мне теперь ждать полчаса, пока у него пока откатится эта срань. в начале-ка? Можно мне заново этот бой, пожалуйста? это просто бессмысленность теперь. какой бред. Я понял, как надо сделать, чуваки Ну, типа, надо сначала подбить его руку Потом вырубить его флудом И подождать отката Но мне написали именно совет, когда у него рука была хуловой Это такой бред Надо было читать все письма и заголовки газет, тогда бы ты понял Просто хуительно Я в таком случае имею худшего мнения об этой игре В заголовке газета Ты не стебешь, конечно Стрелять в него можно из пулемета Но это тоже не отрубает его руку И, типа, это тратит заряд Мне, короче, надо ждать Пока, типа, накопится этот спам Потом Первый раз попасть в его руку Стоп, теперь он и первую лечит Ничего не понимаю Как же я ее тогда отбил Как я сломал первую тогда Что за говно происходит с этим боссом? Ну и кто там читал полные заголовки газеты? Я не понимаю, что мне нужно сделать Реально не понимаю То есть вообще не понимаю Он регенерируется теперь Мы с тобой, держись Ты напиши мне, что мне сделать Надо, я просто не понимаю Как его теперь убить Я не понял тогда Я не понимаю тогда Как я ему первую руку отрубил Как мне набить фокуса здесь? Я использую эти х Я использую черную поддержку Если это все, Damit you have Я ничего не могу делать, Каумрик, где нет стреляет у одиночными то болтом но если чё одиночные ты я не знаю уверен ты или нет но одиночные типа тратит заряд если что от болта то я не смогу я не смогу стрелять по очень просто видишь не тирк д просто безумно господи она в ноль уходит от рука и просто она не продолжает стрелять какой бред просто я не знаю я просто комментариев нет даже по этому поводу это блять идиотизм с помощью кую да блять а и 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 Разрабывают разрабов, а не полные ретарды. Придумать такую дрисную надо уметь. Настоящим талантом обладать, так скажем. Не, ну теперь все ясно. Эх... Че, он теперь киберсосцами будет меня овнить, или че? Ау! Стреляй! Мой, мой бабец, что вообще, не хочет ничего делать. Она не управляется, она больше не хочет стрелять. Стреляй! Что, блядь, происходит? Что, блядь, происходит вообще, хер, просышь? Она реально... Она больше не целится половину времени. И этот, блядь, бьет какими-то атаками нахуй желтыми на всю карту. Что, блядь, происходит? Что теперь случилось? Ему типа поебать стало или что? Ретардский босс абсолютно. Есть у вас какая-то вот плохо работающая вещь в игре? Вот реально говняно работающая. Типа вот этих вот выстрелов с руки. Которые вообще можно было бы убрать из игры и было бы только лучше. Но, блядь, надо сделать босса, файт с которым основан полностью на стрельбе из этой руки. Ну, это просто, блядь, я не знаю. Это просто, блядь, гениально. Еще и сделать, блядь, непонятно, что он делает, блядь, вообще не понимаю. Тужится, блядь, и срет желтой хуетой какой-то. А, во. Надо было рядом стоять, блядь, с ним, оказывается. Сейчас, надо было рядом стоять. Тогда QTE включится. Охуенно, охуенно. Очень пиздатый. Я надеюсь, что это был обычный враг, и таких будет много в игре. Просто, блядь, такой бред. Такой бред. Везет на баги. Да это не баги даже, я не знаю. Просто, блин. Он забаговал и встал у стены, потому что сама идея, понимаешь? Багуют обычно места, в которых нет логики никакой, которые придумали, блядь, сраные ретарды. Вот это оно было. Поэтому оно и забаговало. Картуза, спасибо за подписку. В этой игре механика битэмапа. То есть, подходишь, начинаешь бить, бить, прыгать, бить. Все боссы должны быть основаны на этом. Ну, максимум, включить-выключить над боссом свет, там, я не знаю, чтобы его видно было. Ну, и так далее. А сделать босса, файт с которым основан на механике, которая, блядь, сделана для того, чтобы открывать форточки в этой игре, по которым залазить. Это просто я не знаю, каким надо быть идиотом. Как ему вообще вот в голову-то пришло? Типа, а, чуваки, помните у нас битэмап? Давайте добавим к жанру экшен, типа, от третьего лица со стрельбой, введя такого босса. Наверное, так он размышлял. Я хер его знаю. Это, блядь, не работает, просто и все. Бит откаты на стрельбу. Блядь, она целится только когда она в определенном радиусе от врагов, и те не делают, например, хилы или еще что-то. То есть, прицел, кто не понимает, в чем основная проблема была, прицел на ЛБ, блядь, он просто не включается в моменты, когда этот босс что-то делает. Вы прикиньте, когда охуенно сейчас было? Еще ты должен доджить его атаки, прыжки, поэтому ты держишься на расстоянии. Но финалка, когда у него там непонятно сколько хп осталось, в каком он состоянии, надо, короче, просто быть в упор с ним, когда он тужится, тогда включится к УТЕ. Ну, просто браво, тут даже и сказать нечего. Я поэтому так сгорел, а не потому что я, типа, затупил, полчаса просрал на моменте, который, типа, за 2 минуты проходится. Ну, хотя из-за этого тоже. Короче, в результате того, что я сгорел, я, во-первых, перестал быть добрым, перестал быть невайнищем и сгорел в конечном итоге. Хотя никого не забанил, обратите внимание, с вами я остался добрым. Но я сгорел, матерился и все такое. Потому что игра меня подставила. И в результате, чтобы загладить свою душевную вину, все деньги, которые мы собрали для школьников с целью борьбы с насилием, я, короче, забираю себе, чтобы потушить свой пердак. Я думаю, это справедливо. Так что все деньги, которые мы сегодня собрали на благотворительность, уходят мне. И пишите, а то в это... кто эту игру сделал, я не помню. Им пишите, скажите, из-за вас дети потеряли деньги. Из-за вас. Не из-за меня. Да любой бы смог это сделать. Блин, это легко было. Просто, блядь, механика сломанная. Хован Дранкер пишет. Я пропустил, почему Хован хейтит Спунтеймера. Что думаешь о Спунтеймере? Ну, то, что он еблан, это и так очевидно. И почему Хованский его хейтит? Наверное, по той же причине, что, блядь, Спунтеймер конченый еблан. Единственное, что я не знаю, почему Ларин хейтит. Спунтеймеры. Но они оба ебланы, поэтому мне как бы насрать, когда два ебланы, блядь, срут друг на друга. Это уморительно. Жалко, что тёлки не смогут оценить, потому что у них фанатки только 13-летние шкуры. Они не смогут оценить весь полёт их срачи и шутки. Они как бы срутся только для того, чтобы мне удовольствие доставить. Потому что тупые шкуры, они ничего не могут. Они у них в голове, они даже приколов не понимают. Они, типа, сидят такие, ну, не знаю, я раньше была подписана на Ларина, но теперь, вроде, Спунтеймер норм. Или там ещё типа того. А на самом деле, Спунтеймер, типа, сам виноват. Он, типа, Ларин про него написал, записал какое-то говно, а тот ему ответил, пошутив. Но, чувак, Спунтеймер, если слышишь меня, Ларин вообще, блядь, у него нет чувства юмора. Он не понимает юмора. Если ты подойдёшь к Ларину и скажешь ему, я твою мамку ебал, он скажет, когда, где, ты чё, охуел, типа, мамку, блядь. То есть он настолько тупой, что он, типа, реально, он думал, что я реальный король, то есть реально монарх, знаешь, там. Он там реально думает то, что если, я не знаю, там, скажет, что у тебя, типа, два члена, один для его отца, другой для его мамки, он будет такой, блядь, у него два члена, а такой, возможно, пойдёт гуглить в интернете. Если ему реально сказать что-то обидное, он это воспримет, обидно. Но ты не должен был относиться к нему как к оппоненту в юмористическом файте, как к оппоненту в стендапе или в приколах. Потому что он не оппонент, он еблан, блядь, у него чувства юмора. Нет, с ним нельзя спорить. Если хочешь сделать ему больно и неприятно, отпизди его. Спасибо, мат, за всё, не за что, Зуб 88. Поэтому, спутейнер, ты реально придурочный, блядь. Ты с идиотом связался, и теперь получаешь то, что он спалил твой адрес, и ещё что-нибудь спалят обязательно, и всё такое. Потому что у человека нет вообще никакого чувства юмора. Ну, типа, он, блядь, вообще шуток не понимает, понимаешь? Вообще не понимает. Он ещё, блядь, судя по... Я не знаю, это моя догадка. Это не инсайт или ещё что-то. Судя по его внешнику и тому, что он снимает, он сидит плотно на чём-то. Либо на кислоте, либо, блядь, на грибах, либо, я не знаю, на фарме какой-нибудь. Будет ли твоя часть выступления на стадапе Юры? Нет. Я просто вышел, когда он писать ходил, чтобы его... Потому что этот клуб был, сука, без охраны. Из-за этого все проблемы были. Поэтому, чтобы Хованский хотя бы до толчка дошёл, мне пришлось выйти на сцену и просто... Потому что Кузьма курил где-то. Он должен был выйти. Мне пришлось выйти на сцену, пока Хованский ходит в сайте, я как бы привлекал внимание. Я ничего не сказал со сцены вообще. Просто говорил, пацаны, я тут стою. Там меня знал, наверное, процентов 30 из всего зала. Глянь, Джазпанк, если не сложно, прикольная и короткая игра. Естественно, когда время будет, просто интересно твоё время. Хорошо, глянь, ты можешь написать, если подписан на меня процент названия игры. И если она выпадет, я в него поиграю, если она есть в Стиме. Я даже чикну сейчас. Да, есть. Ну, короче, на сабдей закажи, вдруг повезёт. О, Стим продаёт какой-то блюз анпулец. Нуарная игра. Не, кал какой-то чёрно-белый, не хочу. Хотя очень положительные отзывы. Ну и отрицательных достаточно. Илья, ты не хочешь сабдей по теме? Нет, не хочу сабдей. Спасибо за 100 рублей идею, но мне кажется, что это не очень. Понимаешь, если будет 5 одинаковых игр одного жанра или просто по теме, это будет скучно смотреть. Разнообразие. Вот что делает сабдей. Курлык 100 скинул. Курлык, чувак. Всё, ребят, это всё на сегодня. Bulletstorm знаю, мне не нравится эта игра. Мне не нравится. Я прошёл, там пару часиков побегал. Ну, прошёл, типа, процентов 15, я думаю, не знаю, 10. И она меня вообще не зацепила, я выключила её. Она неинтересная. Не знаю, почему. Я очень люблю People's Can Fly, очень люблю Painkiller, но Bulletstorm мне не зашёл. Ребят, огромное спасибо всем до доната, за подписки. Sorry, что ребрендеринг под конец немного сорвался. Но все знали, что это до первого блюдского босса. И так понятно, что поделать. Завтра увидимся, я надеюсь, если всё будет хорошо. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто задонатил. Люблю вас, целую. Спасибо, кто досидел до конца стрима. Вы самые лучшие. Ну, а сейчас я пойду смотреть, не знаю, RGG, наверное, Gita или что-нибудь типа того делать. А завтра встретимся. Всё, спокойной ночи, чуваки. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за подписку, дружище. Рад, что ты вернулся. Два месяца уже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok